Всем привет, мои хорошие! Вы на канале 30+. Я медицинский психолог и нутрициолог. Сегодня мы с вами говорим про здоровье щитовидной железы и, в принципе, наше эмоциональное здоровье. Почему это все настолько связано, сейчас расскажу. Напоминаю, что у людей, у которых низкая функция, гипофункция щитовидной железы, история с работой мозга, называется сонное состояние. И для щитовидной железы критически важно, в каком эмоциональном и физическом состоянии вы, в принципе, находитесь. Гипотиреоз, аутоиммунный тиреидит, гипертиреоз, эндемический зоб. Это все влияет на психику. Что можно сделать с угасающей щитовидной железой, как ее поддержать, восстановить нормальное функционирование, об этом поговорим. Напоминаю, что очень многие не знают, что работа щитовидной железой не ограничивается непосредственно только щитовидкой и восполнением йода. Кроме подпитки йода, щитовидной железе необходимо действительно помочь избавиться от залежев шлаков и токсинов, скорректировать негативные действия свободных радикалов. То есть здесь не выпить какой-то элтероксин, а на самом деле поработать в организме токсинами, поработать с профилактикой и восстановлением. Другой момент. Гипотиреоз очень связан с дефицитом железа. Почему надо проверять ферритин, я уже говорила. Витамины D и витамин А это супер сильная история, которая влияет на гипотиреоз. Какие витамины и минералы нужны щитовидке, я говорила. Ей нужны очень сильно макро-микроэлементы и профилактика достаточно серьезная. Если мы с вами говорим про гипотиреоз и железо, две причины проверить ферритин при гипотиреозе. Во-первых, тиреоидная передоксидаза, фермент, запускающий синтез гормонов щитовидной железы, железозависимый. Поэтому при недостатке железа щитовидная железа снижает выработку гормонов. Другой момент, если мы с вами говорим про коррекцию, то здесь мы говорим и про антиоксидантную защиту. Гриппайн с протекторами или зомброз. То, что вы выберете для себя и будете считать актуальным. Я, например, про себя расскажу. Я принимаю коэнзим, я принимаю гриппайн с протекторами, я принимаю витамин D по анализу. Я слежу за рационом и напоминаю, что здесь очень все индивидуально. Когда начинается бактериальная история, я принимаю коллоидное серебро. Что это значит бактериальное? Все кушают что-то, но у многих снижена кислотность. И из-за этого начинаются различные разрастания патогенной микрофлоры. И это тоже влияет. Поэтому за этим дома нужно держать какой-нибудь такой момент, который влияет на бактериальную защиту. Например, коллоидное серебро или то, что вы считаете важным. Я считаю это важным. Противовоспалительная защита тоже супер важна. И здесь мы говорим про омегу в рационе. Я уже снимала отдельный ролик про рыбу и про поддержку вообще фитонутриентами. Противовоспалительная защита. Это обычно сера, маринда, лимфатик, дренаж, то есть лимфа должна работать. И также антиоксидантная защита. И другой момент лимфоочищения. Это баня, сауна, то, что вы можете себе позволить. Практические советы от меня, как не только от психолога, но и нутрициолога. Это восполнение витамина. Витамин А необходим организму для работы щитовидной железы. И другой момент, он также важен для снятия воспаления. Другой момент, если мы с вами говорим про коэнзим, коллоидные минералы. Это супер история, которая поддерживает на внутриклеточном уровне. Не все там знают, что у них в желудке, в кишечнике, в поджелудочной. Но напрямую можно действительно влиять вот такими способами. Щитовидная железа напрямую связана с опорно-двигательным аппаратом. И здесь важно работать и с сухожилиями, и с костями. Если у вас есть хоть какие-то вопросы, пишите. С радостью вам отвечу и дам вам обратную связь. Щитовидка будет ваша здорова при условии еще и снятия стресса. Со своими клиентами индивидуально я периодически провожу психотерапию. Сейчас времени меньше. Но с каждым я разбираю вопросы, связанные с жизненными обстоятельствами. Потому что без этого, к сожалению, достаточно сложно выбраться из какого-то хаоса, который происходит у человека. И если есть вопросы, пишите, пишите, пишите. С радостью вам отвечу. Гипертиреоз, гиперфункция – это тоже очень нехорошая история. Пишите. Гиперфункция – это тоже очень нехорошая история. Продолжение следует...